Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые товарищи, дорогие ветераны. Сердечно поздравляю вас и всех ваших коллег с профессиональным праздником – Днём работника органов безопасности. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто своим добросовестным трудом на самых трудных поворотах нашей истории сохранил авторитет и потенциал отечественных специальных служб. И в наши дни от эффективной работы органов безопасности зависит очень-очень многое – стабильность и суверенитет России, жизнь наших граждан, будущее нашей страны как сильной, самостоятельной, демократической державы. Современный мир не стал спокойнее, чем в прежние годы и десятилетия, а угрозы и вызовы не стали менее опасными. И мы должны понимать, что повышение эффективности всей системы отечественных спецслужб – это требование времени. Чем более современными, профессиональными, оснащёнными они будут, тем результативнее смогут решать поставленные задачи, тем надёжнее будут защищены наши граждане, наша страна. Совсем недавно мы отметили 20-летие Конституции Российской Федерации. Все эти годы она служит прочной основой для развития России. Ваша задача – и впредь твёрдо стоять на страже норм и принципов Конституции, давать жёсткий отпор тем, кто пытается расшатать основы конституционной системы страны, конституционного строя, покушается на целостность страны и стремится расколоть наше общество, посеять национальную, религиозную нетерпимость. И, конечно, сами сотрудники спецслужб всегда при любых обстоятельствах обязаны действовать строго в соответствии с Конституцией, уважать закон, права, свобода и достоинства граждан с нашей страны. Важнейшее направление в работе спецслужб – борьба с терроризмом. В этом году сотрудники ФСБ предотвратили 77 преступлений террористической направленности, в том числе 12 терактов. В ходе спецоперации нейтрализованы 255 боевиков, включая 40 главарей группировок. Задержаны более 500 бандитов и их пособников. Надо и дальше действовать столь же решительно, в том числе при контртеррористическом обеспечении международных мероприятий, которые в будущем году принимает наша страна. И, конечно, должна быть продолжена линия на борьбу с криминальной угрозой, коррупцией и организованной преступностью. Повышенная эффективность защиты конфиденциальных сведений, наших стратегических объектов, научно-технических новаций. И также качество аналитической и информационной работы, которую ведёт служба внешней разведки. Серьёзное внимание предстоит уделить совершенствованию системы охраны государственной границы. Ключевые направления здесь – это наши арктические рубежи, обустройство пограничной инфраструктуры на Кавказе и на Дальнем Востоке. Сегодня Россия последовательно укрепляет свои политические и экономические позиции на международной арене, участвует в реализации масштабных интеграционных проектов в Евразии. Понятно, что мы сталкиваемся и с конкуренцией, с попытками прямо или косвенно, используя механизмы так называемой «мягкой силы», другие способы, хорошо известные техники ослабить влияние России. И мы должны таким попыткам противостоять, в том числе укрепляя сотрудничество с нашими партнёрами и союзниками по линии спецслужб. Уважаемые друзья, в день вашего профессионального праздника хочу поблагодарить сотрудников всех специальных служб России за компетентность, мужество, высокую самоотдачу. В свою очередь мы будем и дальше укреплять социальный статус тех, кто служит в органах безопасности, делать всё необходимое, чтобы в эти органы безопасности приходили молодые перспективные сотрудники, приходили с уважением к традициям службы, с желанием и мотивацией работать с полной отдачей, с гордостью за оказанное доверие и желанием внести свой вклад в обеспечение безопасности Родины. Ещё раз поздравляю всех вас с праздником, ну и, конечно, с наступающими праздниками, я имею в виду и Новый год, и последующее Рождество. Желаю вам благополучия и всего самого доброго. Спасибо вам большое за работу.